Сегодня вот в Москве, в яркой синеве манежа, открылась и, правда, очень быстро закрылась огромная выставка контрацептивов. Не в том обидном смысле, нет. Вот в данном случае никакого глума я не вкладываю в это слово. И причем непонятно было, то ли это выставка контрацептивов, то ли это все-таки табакерка от слова табаки. Потому что цептивы быстренько включили мигалки и разъехались по своим важным контрацептическим делам. Почему я акцентирую на контрацептивах? Только потому, что речь преимущественно и наиболее болезненно шла о демографии. И о том, как ее повышать. И о том, почему в этой стране сокращается количество желающих жить, рожать. И, кстати, даже у нас необходимостью видеть лица этого режима. И понимать, что вот именно эти люди в этой несчастной стране рулят всем. И, конечно, ни в коем случае борясь за демографию, нельзя их собирать и показывать народу. А сколько, ты подумай, Оля, вот сколько сегодня с 12 до 13.30, сколько сорвалось зачатий. Сколько граждан остановилось и задумалось о том, что будет с тем, кого они сейчас делают. Что ему предстоит слушать это брежневское бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу 27-го послания, 37-го послания. Со всеми вытекающими для его несчастной судьбы обстоятельствами. Ну, Александр Глебович, согласитесь, что, с одной стороны, я согласна с вами, что лица этих людей были даже не скрыты масками, что хоть как-то бы исправило ситуацию. А, с другой стороны, президент так настойчиво обещал всем будущим и новорожденным какие-то невероятные совершенно суммы. Там 6 тысяч в месяц. 10 тысяч в месяц. Да, я внимательнейшим образом ознакомился и вообще хочу сказать, что не выглядело. Не помогает, вы думаете? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что это усугубляет обиду и усугубляет оскорбление, когда сборище абсолютно насосавшихся, насосавшихся миллиардов, триллионов людей обещает вам 130 долларов, если вы кого-нибудь еще им родите, чтобы у них было побольше солдат, шоферов и налогоплательщиков. Я думаю, что это воспринимается как пощечина. Хотя, в общем, надо сказать, что испытания этой скучной сказкой путинской выдержали все в зале. Выдержали достойно. Там где-то пламенело лицо Зюганова, алое совершенно. Было понятно, что вот он больше всех за демографию. Но я бы все-таки рекомендовал, если их так волнует вопрос, все-таки больше свои лица не показывать. И даже на таких мероприятиях. Кстати, отметь действительно никто не свистел, помидоры не летели. Правда, на бис Владимира Владимировича тоже не вызвали. А когда Путин упомянул Шерхана и табаки, никто не понял, что он имеет в виду не себя. Все решили, что про Шерхана это он говорит о себе. И тут же потекли слезы и умиления, потому что он и про них не забыл. Все табаки в зале, а там, в общем, не было никого другого. Они все вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них. Вот не забыл он о них в своем послании. А на Путине каким-то чудом на миллисекунды появилось несколько полос. Вообще, надо сказать. Тигр ледоед это не лучший образ. Да, очень опасная аллегория, потому что если у нас есть Шерхан, у нас есть и Маугли. Где находится Маугли и его фамилию мы знаем. И что Маугли сделал в результате с Шерханом, прогнав по нему стадо Росгвардии. Там было, по-моему, не стадо Росгвардии, там, по-моему, были быки. Ну, не важно. Что он сделал с Шерханом и как долго и с какими проблемами потом он сушил его шкуру. Это мы все помним. При том, что послание Владимира Владимировича было сегодня и посланием к Ковиду, и посланием к Шерхану, и посланием к Навальному в том числе. Ну, и, разумеется, с посланием к печенегам. Это он освоил жанр еще с прошлого раза. И что вся эта скверна, все эти печенеги, конечно, с лица России спутником будет, спутником ВИ, новой вакциной будет смыто. То есть было у меня ощущение, когда все за всем этим, ну, мне скидывали кусочки, я прочитывал, что в Москве ревет заблудившийся в лабиринтах времени звероящер, тоскующий по палеозою и думающий, а где бы и каким бы образом этот палеозой воссоздать, чтобы никто в него больше не лез бы со своими глупостями. Чтобы можно было спокойно где-то уединиться и рисовать фрески с бесами, которые держат в руках айпады. Потому что мы знаем, что это тоже оказывается теперь тема, и что вот эти вот фрески с бесами, которые держат в руках всякое компьютерное новейшее оборудование, это тоже символ страшного зла. Мы просто недооцениваем их страх. И вот про создание этого персонального путинского палеозоя мы еще поговорим, при том, что сегодня поговорим. При том, что вот все эти овации, все эти содрогания, весь этот шум, то хамство и забойство, которое происходит сейчас в Москве, в Питере, во всех городах, где винтят, где бьют электрошокерами, где уродуют девчонок, где тащат в автозаки с прежней жестокостью, с тупой примитивной жестокостью, ничего не изменилось. Вот весь этот шум, он не в состоянии заглушить важнейших звуков сегодняшнего дня. Это тихий рокот и такое пожужживание электромоторчиков на вертолете Кенасовском, который летает над Марсом. Потому что вот звуки Земли, подлинные звуки Земли, они сейчас на Марсе, они сейчас не в России. Вообще жанр сегодняшнего послания можно было бы охарактеризовать уже как практически такой чистый бубуизм от бубу-бубу-бубу-бубу. Я думала от бубуинов. Нет, 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 это брежневщина. Уже в чистом виде жанр себя исчерпал полностью. И вот как у генеральных секретарей докладывается о развитии, о благополучии страны, которая существует только в мечтах и фантазиях самого Владимира Владимировича. Вот Андерсон был тоже большим сказочником. Он бы так в 17-й раз мог бы рассказывать о первой брачной ночи русалочке, о том, как решилась проблема с ее большим холодным хвостом и анатомическими особенностями. У нее уже ноги были, Александр Глебович. Вы невнимательно читали Андерсона. Ну что делать? У нее уже не было хвоста в тот момент. То есть русалочка, вероятно, абсолютно счастлива. Тогда он мог бы рассказать о том, как она добровольно сдала всю свою икру и получила однокомнатный аквариум в новострофе. В общем, да. Но в 17-й раз, согласитесь, эта история про русалочку бы несколько приелась. Хотя все слушали с одинаковым выражением таких старых вампиров перед рассветом, когда уже первый солнечный луч на кончике носа, и, по идее, пора сгнивать на целый день заново. Но они... Вы знаете, мне кажется, вы другую сказку выбрали. На самом деле, если смотреть на Андерсона, это прекрасная параллель. Это была вообще сказка «Девочка со спичками». Это девочка, которая смотрит на прекрасную жизнь в окошко с улицы и, в конце концов, умирает от голода и холода. Мне кажется, это очень типичная история. Есть такая провинция в Таиланде, Самуитпрокан. И вот там случилось нечто похожее. Там таиландец, вполне благонамеренный, направился в сортир, расположил себя на горшке, и тут выяснил, что, оказывается, в этом же горшке притаился двухметровый питон, который решил там охладить тело свое. И этот питон начал какие-то движения. То есть они знали, что они сидят на горшке, где находится питон. Они все знали про сегодняшний вечер, что сегодняшний вечер добавит позора и добавит, возможно, и некой опасности, потому что каждый раз неизвестно, чем эта вся митинговая история закончится. Питон там, кстати, в унитаз заполз сам, но не только там. Конечно, в общем, жалко их всех было, слушающих, потому что они понимали, что это театр, что это не имеет никакого отношения к реальности, что это отчасти, конечно, астрономия, это рассказ о некой комете, метеоре, который опять пролетел в ста тысячах километров от реальности и от соприкосновения с нею, что и так всякое зло будет автоматически совершаться в России, потому что это его родина, а ничего хорошего не будет все равно для всех остальных. И что, при том, что это, в общем, не было рекордным по своему занудству, это было просто вот обычная, обычная брежневщина. Путин не ответил, конечно, ни на один, ну, правда, пункт он и не знал о том, что, например, сегодня стало известно, что Российская Федерация заняла 150-е место в индексе свободы прессы между Конго и Гондурасом. Александр Георгиевич, по-моему, он только рад. Разве мы не к этому стремились? Дело не в этом, понимаешь? Не к этому месту в рейтинге? Нет, ему надо изменить 180-е, потому что 150-е не предел, Конго все-таки чуть свободолюбивее, а Гондурас, он ведь изменчив, и он может быть где-нибудь отмаркирован тут же опасные сочетания букв Гондурас, Гондурасия, Гондурасия, это же вполне все может быть слито. Я просто не понимаю, нафига при этом, при всем городить вот эти социальные декорации, в которые никто не верит? Вот этот ганс-христиан Путин, он все время демонстрирует нам свою готовность улучшать медицину, социалку, прокладывать газ, прокладывать трубы, но ведь понятно, что это все не имеет никакого отношения к жизни. И тем не менее, он тратит на это свое, наше, а главное, время табаки, которые могли бы употребить с ней его с гораздо большей пользой. Сколько невзяток осталось по России сегодня запутать? Совершенно верно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!